Всем привет! Начинаю новое видео из интересного места в Сан-Диего, которое называется Old Town, это исторический городок. Сейчас здесь погуляю и все-все вам расскажу и покажу. И это старый город Сан-Диего, в общем-то, что следует из названия. Что здесь интересно, это то место, откуда Сан-Диего, в общем-то, и начинался. Очень много зданий и конструкций с 1820-х до 1870-х годов, то есть какие-то сохранившиеся старые постройки, они все хорошо законсервированы и, в общем-то, все в хорошем состоянии. Парк был основан в 1968 году и в какие-то двухтысячные годы это был самый посещаемый парк штатов Калифорнии. Не путать с национальными парками, потому что национальные парки это другое подразделение, а это парки штата, в общем-то, тоже очень популярные. И вот это место находится на станции трамвай Old Town, совсем недалеко от того места, где мы живем. И вот давайте походим, посмотрим, что здесь есть. Довольно, в принципе, интересное место. Это все выглядит вот так, то есть это, в принципе, небольшая территория. Мы сейчас вошли вот здесь с вами. Сейчас пройдем, посмотрим некоторые исторические здания, пройдем по парочке улочек и, в общем-то, оценим, что здесь такое интересное. Сам Old Town сегодня это музейчики, какие-то кафе, какие-то воркшопы. Посещение абсолютно бесплатное. Говорят, что какие-то там маленькие части типа воркшопов платные. Ну, посмотрим. Я не знаю еще, еще только захожу. Но в целом все бесплатно, все так ухожено. За мной гигантские, шикарные кактусы. Очень прикольно выглядят. Вот как раз сейчас ищу визитер-центр, чтобы посмотреть и понять, куда идти, может взять какую-то карту. Какие-то гигантские, нереальные размеры кактусы, деревья, в общем, большие суккуленты. Это как раз визитер-центр. Выглядят, как старые какие-то там салуны, такие вход. Вообще довольно приятно. Обстановка такая вот. Реально дикий запад, освоение Калифорнии. Посмотрим, что они предлагают там посмотреть. И пахнет тоже старым деревом. Сувениры. Маленький музейчик. Прикольно. Интересная информация, какие флаги были в Калифорнии в разные места. Вот, начиная там с испанских, потом английские завивания, мексиканские. Но есть даже флаг Российской империи, когда была русско-американская компания. 1812 год. Это то, что упомянуто в рок-опере «Желёная авось». Как раз это про это. Ну и дальше США уже. Калифорнийская республика была отдельная. Вот история начинает прямо здесь. Здание, в котором мы сейчас стоим, 1853 года постройки. Выглядело раньше вот так. Он был домом адвоката. Фамилия Робинсон. Поэтому он так и называется. Робинсон Роуз Билдинг. Роуз был следующим человеком, который купил здание. Поэтому называется двумя фамилиями. Парк выглядит как-то вот так. Здесь такие целые улочки с историческими домами. Если кто был в Барселоне, немножко похоже на испанскую деревню. Только в счёт того, что в испанской деревне всё построено не исторические здания. Здесь многие из них исторические. Ресторан, который был здесь. Всё так стилизовано. Вот можно посмотреть, как выглядел ресторан того времени. Вот так вот здесь все сидели и откушивали. Здание 1854 года. Так что, в общем-то, здесь всё примерно такого времени есть. Давайте пока сидим на фоне вот этой красивой карты исторических бочек, стульев. Немножко расскажу про историю Сан-Диего как города. Сан-Диего сейчас второй по величине город штата Калифорния. То есть он больше, чем Сан-Франциско, например, только меньше проигрывает Лос-Анджелес. Но Лос-Анджелес вообще один из крупнейших городов США. Поэтому явно Сан-Диего ему уступает. И вообще город начался, когда сюда приплыл испанец Хуан Родригес Кабрильо в 1542 году. Он зашёл в залив Сан-Диего и, в общем-то, его это место освоил. И он это место нашёл. Здесь жили раньше только индейцы. Однако европейская колонизация началась только спустя 167 лет. И тут в 1769 году был основан форт на месте, вот этого места, где мы сейчас находимся. Совсем недалеко от Old Town. Тут есть парк. Называется он Presidio. И вот отсюда началась миссия. Там основали миссию Сан-Диего, в общем-то. И оттуда это всё пошло. К 1797 году эта миссия стала крупнейшей. В Калифорнии проживало 1400 человек примерно. Чем занимались миссией? Это крещение местного населения, перевоплощение индейцев в христиан. В общем, всё, чем занимались миссии в США вообще в целом. Если, кстати, не смотрели наше видео про миссии в Техасе, в Сан-Антонио, то обязательно посмотрите. Вот здесь вот будет ссылочка. Ну вот потом, с образованием независимой Мексики в 1821 году эта территория перешла в Мексику. И в 1833 году приняли закон о секуляризации земель и, в общем-то, забрали все церковные земли в собственность государства. Местные жители, кто жил в этой миссии, они не хотели это переходить к государству и попросили, чтобы им здесь сделали как бы городок, Пуэбло. Им дали это юридическое основание и они стали здесь жить как бы как отдельная такая структура. Но потом численность населения стала снижаться, всё сильнее и сильнее. И в 1838 году тут осталось жить всего 100-150 человек и это место, в общем, отдали под управление Лос-Анджелеса. Сказали, что это будет пригород Лос-Анджелеса. В 1848 году, после Американо-Мексиканской войны территория Калифорнии перешла Соединенным Штатам. И, в общем-то, Сан-Диего приобрел статус города в рамках Калифорнии. Но в 1850 году здесь жило всего там 600 человек, то есть, в общем-то, население было совершенно незначительное и власти штата объявили город банкротом, сказали, что никто не хочет сюда ехать и, в общем-то, закрыли город, сказали, отберем у вас статус, не будет у вас статуса города. На расцвет города повлияла золотая лихорадка. Очень много людей проезжали через Сан-Диего, как раз, когда ехали в Калифорнию за золотом. Но, тем не менее, жителей здесь было всё равно мало, было меньше тысяч человек. То есть, по переписи не было оснований для хорошего финансирования. Но потом уже, ближе туда, к 1890-м, 1880-е, 1890-е, тут появились какие-то лидеры, которые сказали, надо развивать это место, это будет огромным торговым таким портом, мы превзойдём Сан-Франциско. И, в общем-то, город стал развиваться, они сдвинули главное поселение отсюда из Олтауна ближе к воде, чтобы было удобно, как бы, использовать портовую часть. И с тех времён Сан-Диего стал развиваться и стал довольно классным, большим городом. Особенно помогло развитие железных дорог. А в 1915 году здесь была всемирная выставка, после которой внимание к Сан-Диего стал ещё выше. После этого здесь была Панама-Калифорнийская выставка, посвящён открытию Панамского канала. И, в общем, стало ещё более популярное место. Здесь стали добывать тунца. Это стало главным центром по добыче тунца. И, в общем, это тоже добавило, в общем-то, денег этому месту и популярности. А в 1930-х, 1940-х, во время Второй мировой войны, это место стало гигантским центром военно-морского флота. Тут находится очень много военных баз. Отсюда, в общем-то, направлялся весь Тихоокеанский флот США. И до сих пор Сан-Диего это один из крупнейших военных центров США. Здесь армия, в особенности ВМФ, это такая главная часть городской экономики. Здесь очень много военных. Даже вот на улице идёшь и видишь много людей в форме. Ну, конечно, ещё туристическая инфраструктура здесь очень развита. Здесь тёплое море. Здесь всегда хороший климат. Здесь нет жары, здесь нет холода. Здесь очень приятно находиться. Здесь примерно сейчас 25 градусов каждый день. Причём ночью опускается, примерно, до 19 градусов. То есть очень комфортно гулять. Нет влажности, как-то говоря, в Майами или в Нью-Йорке. То есть из-за этого здесь здорово находиться. И, в принципе, это очень популярное место для туристов. Сюда приезжают именно отдыхать, прям вот тусоваться и наслаждаться морем. Очень популярное место, кстати, для серфинга тоже. Вот такая вот история Сан-Диего как города. Пойдёмте дальше, смотреть деревеньку и читать, что здесь находилось. Сигарный центр, сигарная фабрика. Давайте зайдём посмотрим. Я думаю, что здесь сейчас сигарный магазин. Да, сигарный вообще сигаретный. Антураж такой прям классный. И очень сильный запах сигар. Кстати, музейчик, музейчик сигарет. Тут разные табачные изделия. Выставлены разных лет. Трубки. Очень интересно. Очень много, кстати, трубок продаётся. А ещё антураж здесь добавляет, что продавец сам стоит и курит сигару во время того, как он продаёт свой товар. Здравствуйте. Привет. Само здание, кстати, не историческое, а реконструированное. У нас тут есть выставлены пистолеты. И ножи, и вручники. В общем, антураж того времени. А это здание местной городской администрации. и суда. Это здание очень маленькое. San Diego Courthouse and City Hall. Здание, кстати, 1847 года постройки. Реконструировано в 1992 году. Это суд. Вот это, например, офис шерифа. А вот эта вот маленькая комнатка этого офиса мэра. Вот бы сейчас мэры сидели в таких комнатушках. То есть кирпичное здание, солидное, но тем не менее. Буквально вот, наверное, может быть, 5 на 5 метров. А так как здесь суд, то должно быть сразу и СИЗО. Вот камера 1850 года, где обвиняемых держали. Это прям вот задняя часть здания суда и мэрии. здание школы. Тоже так немножко стоит отдельно. Смотрим, можно туда зайти или нет. Тут большое здание, больше, чем мэрия. Здание школы 1865 год постройки. Оно, кстати, закрыто. Нельзя зайти. Но тоже одно из старых зданий. Там, кстати, было предупреждение о том, кто здесь обитает. И надо быть осторожным. Тут обитают скорпионы, тут обитают гремучие змеи, тут обитают тарантулы. В общем, такое место вообще, вот эта часть Южной Калифорнии, пустынная зона. Тут все очень просто кишит этими животными. И надо всегда быть внимательным. Ну, не думаю, конечно, что здесь прямо вот в городе будет много каких-то животных, но тем не менее. Тем не менее. Надо иметь в виду, что здесь могут быть рептилии. Так, еще один дом. Дом 1835 года постройки. Кстати, оригинальный. Он не сгорал, ничего с ним не происходило, так что само здание сохранилось. Богатый дом. Не знаю, что здесь происходило, но вот явно накрыто. Стол довольно богато. Может быть, здесь просто жила какая-то семья. Назван как будто бы в честь какой-то фамилии. Возможно, дом какой-то богатой семьи. Только посмотрите, какие интересные фонари. Они деревянные. Возможно, они как бы пытаются повторить, как выглядели фонари в то время. Субтитры создавал DimaTorzok очень много домов. Во многих сейчас просто как магазинчики, даже без особо там исторической какой-то ценности. вот какой-то формат паба. Можно, кстати, здесь купить на рынке какие-то штуки. Тут продается. Кстати, я читал, что они до сих пор производятся здесь с какими-то местными мастерами. Вот керамика. В общем, в принципе, если есть любители... О, какой кресло. Посмотрите. Вот это вот. со слонами. Их несколько зданий. Вот это вот miners, gems. Это, видимо, что-то связанное с камнями. Офис добытчиков горных пород, видимо, где добывали золото. дом 1869 года постройки. Восстановлен в 1982. Тут все посвящено камням, минералам. Ну, а раньше здесь сидели как раз те, кто добывал золото. очень милый дворик, кстати, здесь с обратной стороны с суккулентами. Здесь же, кстати, вагонетки, которых перевозили добытая из шахт. Это, видимо, здание туалета. Он так стоит, интересно. Тут, кстати, какие-то гигантские с суккулентами. Мне кажется, алоэ, вот это вот мой рост. Они даже выше моего роста. Ну и по толщине, конечно, они просто гигантские. Мне кажется, это листья, листья алоэ. Типография газеты 1851 год постройки. Назывался она San Diego Union. Выглядело вот так. И в этом здании как раз вот видимо какой-нибудь офис редактора. А с той стороны печка типа голландка. А с этой стороны станки печатные. С этой интересный рассказ, что вот это здание San Diego Union это самая старая газета в Южной Калифорнии. Но отдать должное, историческая среда сохранена здорово. И вот это банкомат. Смотрите, какой деревянный домик. Даже не доподозришь, что здесь внутри находится современный банкомат. Очень аккуратно сделано. Специально, чтобы не привлекать много внимания. Здесь какая-то площадь. Начинаются ресторанчики. И это, мне кажется, уже выход из старого города. Это граница. И начинается обычный район San Diego. Там вдалеке уже видны дома. Но я буду разворачиваться и идти дальше. последующая уже улица. Смотрю, что здесь еще есть исторического. На этих холмах, кстати, огромные особняки. Они очень дорогие, потому что у них во все стены окна и вид на океан. В общем-то, они сюда смотрят в эту сторону. Тут океан пальмы. Очень красиво. еще одно историческое здание назовется Chamber of Commerce. Это в общем-то как министерство торговли у маленького райончика. Интересно, что можно подняться наверх, даже пройтись по лестнице такой тоже, которая скрипит. магазин каких-то кожных изделий. Тут висят ремни, шаляпы. Ремни, кстати, хорошие. Всего 10 долларов. Тут прямо пахнет кожей. Если кому-то нужны ремни, вот надо идти сюда, потому что видимо специализируется на ремлях. Вообще тут все из кожи. Браслеты довольно стильные, Перчатки, такие изделия, сумки. Смотрите, даже можно такую сумку купить себе для спортивного зала. Кожаная. По-моему роскошно. Еще ремни. А, ну, конечно, шляпы. Куда без шляпы? Во-первых, кожаные куртки. Просто еще ковбои должна быть кожаная куртка. Ну, и, конечно, шляпа. Естественно. в городе на Диком Западе. Правильно. Салдун. Вот здесь вот расположен Салдун. Место, где тусовались все, где были во все перестрелки вот здесь вот прям перед ним. Ну, если основывать свои знания на фильмах и ресторан. Внутри, к сожалению, нельзя зайти. Закрыто, но явно все эти события происходили здесь. Мы уже знаем, что эта часть города принадлежала когда-то Лос-Анджелесу, поэтому вот тут Лос-Анджелес тоже написано. одно из тоже старых зданий города и такое самое крупное, наверное, по крайней мере, самое запоминающее это точно. Это построенный в 1870 году Космополитен отель. И раньше он назывался немножко по-другому. Он назывался Ла Касса де Бандини, видимо, в честь человека, которому управлял. И, кстати, до сих пор это является действующим отелем, рестораном, и там, где вот салун и ресторан, в общем, туда можно сходить в определенные часы. Очень интересно. Ну, а здесь вот у нас с обратной стороны это вагонетка традиционная для путешествий. Кстати, про освоение Дикого Запада мы снимали видео в штате Небраска, когда мы путешествовали через него и довольно много смотрели мест, посвященных этим путешествиям, пути в Калифорнию за золотом, пути мормонов, в общем, обязательно посмотрите, если не смотрели это видео, здесь вот оставлю ссылочку, там как раз вот таких вот вагонеток было просто уйма. Некоторые здания недоступны для входа, вот, например, вот это здание это La Casa de Machado 1843 года постройки, то есть одно из таких старых здесь и там нет сейчас ни музея, ничего, просто, как я понимаю, сохранено, законсервировано здание. Все равно интересно увидеть зданию почти 200 лет. Вход на некоторое место, которое называется Fiesta de Reyes, это написано, что тут салуны, что тут магазины, не верю, что это часть исторической архитектуры, но, в общем-то, довольно живенько здесь. Ну да, здесь как будто бы это больше такая туристическая часть концертной сцены по центру, видимо, здесь какие-то открытые концерты, кафешки, рестораны. Ну что, спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно, здесь довольно так атмосферно, хоть и явно видно, что это такая туристическая достопримечательность, но здесь сохраняют в общем-то исторические здания, от чего, конечно, приятно, это приятно все видеть и все так сделано довольно здорово. Так что, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до скорых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok